Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемии. И уже скоро появился специальный день в году, когда весь мир борется с инсультом, призывая к срочным активным действиям против коварного недуга. Только в России с таким диагнозом около полумиллиона пациентов. Раньше считалось, что в зоне риска в основном пожилые люди. Но последние исследования показали, что сейчас нарушениями мозгового кровообращения страдают даже дети. Итак, в чем же заключается опасность этого заболевания? Во всем мире инсульт считается самым опасным сосудистым заболеванием. Приведу такую небольшую статистику. В России ежегодно заболевают инсультом около 450 тысяч человек. Из них 30% это люди не старше 50 лет. Причем 25% из заболевших умирают в течение первого месяца. Еще 25% умирают в течение первого года от начала заболевания. И только к труду возвращаются из выживших 15%. Остальные являются инвалидами и находятся на медико-социальной помощи государства, семей которых. В общем, инсульт, если обобщить, является по значимости на втором месте среди причин смертности. И первое место среди первичной инвалидности. Кто чаще всего подвержен? Можем ли сами спровоцировать подобные заболевания? Процесс развития инсульта достаточно изучаем и продолжается изучаться. Существует несколько факторов развития инсульта. Такие как медицинские, так же и социальные. Внешние факторы воздействия на организм обуславливают развитие сосудистой патологии. Так же уже человек, имеющий какое-то различное заболевание, тоже подвержен сосудистому заболеванию. Но приведу несколько факторов, которые уже доказанно влияют на развитие сосудистого заболевания. Это курение, чрезмерное употребление алкоголя, неправильный распорядок дня, неправильное питание, подверженность стрессами. Из внутренних факторов, которые испытывает человек и которые влияют на развитие инсульта, это прежде всего артериальная гипертензия. Человек, страдающий гипертензией, должен следить за артериальным давлением, принимать препараты, которые стабилизируют артериальное давление. Другой фактор – это атеросклеротические поражения так называемых гастральных сосудов головы и шеи. Принимает никотин, реагируют сосуды, внутренняя оболочка сосуда изменяется. Мы можем на ногах перенести это заболевание, даже не подозревая, что оно у нас было? Бывали случаи, что такие инциденты происходили. То есть пациент, назовем его теперь пациент, просыпается утром, чувствует онемение в одной из конечностей. Не обращая на это, думает, что это все со временем пройдет, идет на работу. Ну, соответственно, прогрессирование заболевания к вечеру уже пациент не может двигать конечностями. Я имею в виду с одной стороны, и обращается за медицинской помощью. В результате выясняется, что, конечно, время затянутое, пациент перенес инсульт. Это был слуноудар, головокружение, все поплыло. Почти сказать ничего не мог. Окружающее, все стало настолько непонятно. Существует целый комплекс так называемой медико-социальной профилактики. То есть как со стороны общества, государства, так и со стороны самих людей. Прежде всего, это организация, пропаганда правильного образа жизни. Отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, занятие физической культуры, правильное питание, правильный подбор продуктов. Ну и у пациентов, которые имеют факторы благоприятствующие развитию сосудистых заболеваний, это необходимо четко контролировать артериальное давление у больных с артериальной гипертензией. Следить за сахаром крови, у которой страдают сахарным диабетом. У многих пациентов, страдающих сердечными заболеваниями, перенесшими инфаркт, операции на сердце, также необходим целый комплекс препаратов, предотвращающих повышенное тромбообразование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 числа Всемирный день борьбы с инсультами. Этот день как-то отмечен у нас в Рязани? В эти дни проходят, в общем-то, лекционные дни. В нашем региональном центре мы проводим дни против инсульта, то есть принимаем пациентов, перенесших инсульт, принимаем их родственников, которые ухаживают за этим пациентом, объясняем значимость проблем, объясняем вторичную профилактику инсульту. Определенные навыки по уходу уже у пациентов, которые перенесли инсульт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам плохо? Вы слышите меня? Да. А я сейчас попрошу вас выполнить несколько действий. Вы можете улыбнуться? Сейчас отпущу ваши руки. Пожалуйста, постарайтесь их удержать. А вы можете что-то сказать? Как вас зовут? Сергей. Пожалуйста, не волнуйтесь, все будет хорошо. Скорая? Мужчине плохо. Думаю, у него инсульт. Часто мы сами провоцируем все свои неприятности, особенно если это касается лечения. То есть большинство людей все равно ждет до последнего, когда уже скорая увозит. Да, основная проблема, с которой мы сталкиваемся в течение вот уже пяти лет функционирования регионального сосудистого центра, это малограмотность населения. То есть люди, к сожалению, не знают о первых симптомах инсульта. А их, в общем-то, не так много и нетрудно запомнить. Основное – это острое начало заболевания. Слабость в правой или левой половине тела, а не менее, или потеря движения в руке, в ноге. Нарушение речи, асимметрия лица, головокружение, головная боль. Я повторяю, что это возникает остро. Не постепенно, а именно остро. На это нужно срочно обратить внимание. И, соответственно, принять определенные меры. Прежде всего, померить артериальное давление, пощупать пульс. Если давление высокое, принять самому первые меры для того, чтобы как-то нормализовать артериальное давление. Вот я сейчас хочу зацепиться за вашу фразу, попробовать самому что-то. У нас ведь все пользуются интернетом, и там очень масса методов и способов, которые лучше к которым не прибегать. Вы посоветуете все-таки что-то почитать об этом или посоветоваться со специалистом? Я думаю, что у каждого человека, страдающего каким-то определенным хроническим заболеванием, есть достаточно контакта со своим лечащим врачом. Так, в общем-то, можно обратиться именно непосредственно к лечащему врачу. Когда я полностью стал здоров, моя жизнь как будто бы началась сначала. Я благодарен тем людям, которые помогли мне в той ситуации. Каждый из нас может столкнуться с этим. Каждый из нас может столкнуться с этим. Можно почитать что-то об этом заболевании где-то? Может быть, у вас есть сайт, может быть, есть специалисты, которые в определенные дни принимают? Да, пожалуйста. У нас есть в региональном сосудистом центре организована школа о помощи родственникам больным с инсультом, где мы также не только рассказываем основные правила ухода за пациентами, правильную организацию питания, но и рассказываем о первых признаках инсульта, их профилактике, как первичной, так и вторичной профилактике. Вы можете улыбнуться? Сейчас отпущу ваши руки. Пожалуйста, постарайтесь их удержать. Вы можете что-то сказать? Как вас зовут? Сергей. Спасибо вам за эти 10 минут. Я надеюсь, наши телезрители этот урок усвоят. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова